Очевидцы говорят, что с этого берега в воду скатилась Тесла. Сейчас я зацеплю ее магнитом. Черт возьми, потрясающий, это же Тесла. Скорей, идем, оператор. Всем привет, с вами снова я, Вячеслав Исмилов, или Живия. В моих руках огромный поисковый магнит, потому что сегодня мы будем заниматься здесь магнитной рыбалкой. Кое-как успели, надеюсь, что успели, ребята. Совсем недавно, а именно этой ночью, вот этот подписчик, которому я передаю привет, прямо в видео написал комментарий. И в этом комментарии говорится, что он видел, как вот с этого берега скатилась Тесла Model X. Самая дорогая и самая крутая Тесла. Поэтому мы поторопились сюда, чтобы здесь достать со дна этот автомобиль и посмотреть, что с ним произошло, потому что он слышал что-то типа взрыва или что-то такое. Так, смотри-ка. Что это может быть? Какая-то первая находка. Только магнит бросили и уже что-то нашли. А ты что, видишь, оператор говорил? Тебе пошли быстрее. Он смотрит даже с мидиями уже. Я тебе говорил, пошли быстрее, пошли быстрее. Ты говоришь, никуда не пойду. Все это неправда. Почему ты так говорил? Как она могла отсюда вообще скатиться? Почему она здесь? Я не знаю. Подписчик написал эти координаты. Но смотри, это деталь автомобиля. И судя по вот этим вот символам, явно не русского происхождения. А именно, американская. А Тесла как раз таки производится в Америке. Это что-то от автомобиля, какой-то вал или еще что-то. Так что мы на верном пути. Может быть, это инструмент какой-то. Или еще что-то. Так вот, подписчик сказал, что она взорвалась. Он сказал, что он слышал взрыв. Он не говорил, что она взорвалась. Он сказал, что он слышал взрыв. То есть, что-то могло произойти. Что-то могло пойти не по плану. Так, бросил магнит. Тяну дальше. Так. Чувствую, что что-то у меня на магните есть. Так. Сорвалось. Пустой. Сорвалось, потому что там гвозди всякие. Но нет времени, если честно, на это все. Опа, опять зацепил. Примерно в том же месте. В том же примерно месте. Вон, смотри, вон я что-то вижу. Да. Да, что-то тянется. Ого. Смотри-ка. Это пружина от Теслы. Видишь, какая красочная. Типа цветастая, значит, что? Значит, люксовая. Значит, спортивная. Вот такая вот подвеска у Теслы, скорее всего. Я никогда не видел. Ой. Ну, жесткая очень. Видишь? Желтые они же у этого. В Ламбах или у Феррари. Они в Ламбах, по-моему, желтые. Блин, точно. Мы в этом видеоролике же находили что-то типа Ламборгини. И, по-моему, да, ты прав. Думаешь, это от той же машины, типа, сюда принесло-то. Да, так что это Феррари или Ламба здесь затонула, а не Тесла? Нет. Подписчик написал, что видел именно Теслу. Но Теслу реально легко отмечить от всех остальных автомобилей. Не знаю, может, она вон оттуда скатилась. Кину-ка подальше. С этого моста? Ну, не с моста. Вот, может быть, человек приехал, шашлыков поесть, поставил машину, забыл ручник поставить. И она скатилась. Что-то непонятного. Вот. А мост просто живописное место тут. Что-то я запанул. Что-то такое нехилое, я тебе так скажу. Большое что-то и тяжелое. Смотри-ка, даже, по-моему... Вроде что-то видно. Да, что-то даже видно. Ого. Смотри, колесо. Видишь колесо? Я тяну Теслу. Это Тесла. Я тяну Теслу. Офигеть. Да, наконец-то. Наконец-то мы достанем автомобиль из воды. Что? Что это? Что? Что это такое? Это ваше? И не наше? Это вообще не похоже на автомобиль. Это... Это... Фу. Все, вот этих, блин. Мидия. Ну-ка, идите обратно. Нет. Извини. Это что, инвалидное кресло получается? Это владелец Теслы? Думаешь, владелец Теслы был инвалидом? Ну, бывают, кстати говоря, такие Теслы. Потому что в Америке... А зачем их еще покупать? Чтобы они сами ездили? А? Инвалидов утопили. Инвалидов утопили, думаете? Блин, капец. Жесть какая. Нет, это скорее всего... Реально, да, ты же правильно рассуждаешь. У Теслы есть автопилот. И я знаю то, что бывает. В Америке это очень такая история. Как сказать, они там заботятся о людях. Третий там... В смысле с инвалидными группами. Вот. Они просто там как-то называются у них. Я не помню, я читал. Там у них очень важно, чтобы были везде пандусы. Чтобы были специальные автомобили, места для инвалидов. Они очень за это заботятся. И Тесла как раз таки производится в Америке. Так что, в принципе... Ну, мы же не в Америке. Так а привозят-то их откуда? Что, у нас в России делают, что ли? Они все импортные. Поэтому себе человек и заказал Теслу. Чтобы что? Чтобы нормально, адекватно с автопилотом передвигаться. Потому что самому ему трудно. И, возможно, это кресло у него было в багажнике с Теслой. Хм. Интересно. Короче, Вия. А? Я посмотрел. Что? Тесл, Тесл. Таких не бывает. Так это кастом. Конечно, не бывает. Это модификация. Там у них много сервисов, которые переделывают их. Бывает. Короче, Тесла. Да и в конце концов, эта инвалидка могла в багажнике лежать у Теслы. Что ты начинаешь-то? А от взрыва багажник открылся, и все содержимое багажника выпало. Вот и все. Взрыв мог произойти, например, из-за ГБО в Тесле. Что? На газон наездить, вот вон. Смотри, я что-то тяну. Ой, оторвал. Но там что-то было. А почему нет? Гибрид такой. Электрический... Электрический... Электрогазовый гибрид. Во, во, смотри. Опа-на. Во. Это деталь электродвигателя, оператор. Это стопудовая деталь электродвигателя. Или деталь какой-то лодки. Ну, хотя да, больше на лодку похоже. На мельницу какую-то. Ну, в конце концов, где же не только Тесла падала. Где что угодно могло упасть. Ну, может быть, это деталь от Теслы. Я не знаю. Напишите, ребята, в комментариях, что вы думаете. Кому вы сейчас верите? Мне? Мне. Вячеславу Исмаилову. Человеку. Автору канала. С тремя миллионами подписчиков почти. Или оператору, который никогда ни во что не верит. Кому вы верите? Мне, конечно. Да, конечно. Я видел твои сторис в твоем инстаграме. Он там вечно выкладывает. Зачем ты там Квия? Зачем ты работаешь с Квия? Он там шарманщик. Он там кредитов себе набрал. Какие-то подписчики умные так пишут. Вот давайте по чесноку. В описании будет ссылка на инстаграм оператора. Вот вы, ребята, кто на моей стороне, переходите по ссылке. Подписывайтесь на его инстаграм и пишите ему всякие пакости. Вот что вы думаете о нем? А вы что думаете о Ве? Напишите в комментариях. Я сторисы буду делать. Ну, можно и так, да. Посмотрим, кого будет больше. Опа. Во, смотри. Вот это королевский зацеп, я называю. Ощущается так массивно, я бы сказал. Так. Так. Пакетик зацепился. О, ну все. Здесь уже... Королевский зацеп. Королевский зацеп. Ты не понял. Ты не понял, почему он королевский? Потому что, скорее всего, я эту штуку оторвал. Она была приделывана к кузову автомобиля. К Тесле. Это боковое зеркало на Тесле. Такое, да, у нас стоит? А почему нет? Чем оно тебе не нравится? Стильное, современное, очень интересное. И, в принципе, могло быть на кузове Теслы. Хотя там, по-моему, камеры. Но это такая дешевая комплектация. Все, ты знаешь, оператор. Знаешь, вот такие, как ты. Им вечно что-то не хватает. Вечно у них все не так. Скучно, потому что живут. Ни в что не верят. Знаешь, я вот... О! Я вот верю своим подписчикам. И благодаря подписчикам, по сути дела, снимаю такие крутые видео. Они мне в комментариях подсказывают, как и где находятся. Я их комментарии выкладываю. Кстати говоря, пишите комментарии, чтобы я их выложил в видеоролик. И вы так сможете попасть в видео. И потом мы по вашим комментариям, может быть, даже сниму магнитную рыбалку. Есть комментарий и идея классная. А это тоже деталь Теслы какая-то. Не очень понятная. Потому что, не знаю, может, это какое-то сцепление. Или типа... А, это барабанные тормоза. Слушай, я понял. На Тесле. Барабанные тормоза. Ну да, бывают, наверное. Почему нет? Вот. Не важно это все. Ты главное верь. Главное это верить оператор. Понимаешь? Самое главное, что мы что-то находим. И потихонечку подкрадываемся к истине. Почему? Почему все возможно? Да потому что элементарно. В багажнике могло лежать у Теслы все, что угодно. Возможно, этот человек занимался запчастями. Возможно, у него там товарищ был инвалидом, в конце концов. И багажник взорвался от ГБО. О, смотри, что я нашел. Ну все, это точно от автомобиля. И это точно от Теслы. Подписчик меня не обманул. Смотри-ка. Ну, это точно деталь автомобиля, ведь я тебе говорю. Что? Что? Считай. Что это? Делано в России. В Теслы в России не делают, это в Америке только. А сначала к тебе вообще ни о чем не говорит. Какой? Вот это, в бензоколонке. А что? А то, Тесла-то на чем ездит? На электричестве. Ну. Ага. А что, так ты видел у них? Пусть монтажер вставит заправочную колонку для Теслы. Она примерно так и выглядит. То посмотри, вообще не так она выглядит. Ну, может быть, да. Что-то с ней не так. Ну, вы, ребят, напишите, кому вы верите? Мне или оператору все-таки, а? Ну, блин, да здесь просто много машин тонуло. Много. Я и говорю, я понимаю, ты бы сказал, там, Ламба утонула. Феррари. Я бы такой, окей, хорошо. Потому что мы находили уже дорогие машины. Очень много. Ну, так вот, а Теслу мы еще не находили. Поэтому хочется найти именно Теслу. Ливно плавает. Что-то утонуло. Бобриное. В смысле, бобры погрызли, полотину делали. И у них отпало. Или, я понимаю, сказал бы, вот там 100 вон моста упало. А там-то вообще падает. Там постоянно, каждую неделю падает машина. По 2 в неделю падает. Ну, это обычная машина. А тут Тесла. Она не упала, она взорвалась. Или что-то страшное произошло. Как ты этого понять не можешь, а? Так, вот смотри, я что-то чувствую на том конце магнита. Так, так. Во. Во, смотри-ка. Это. О, это, короче, пруфы. Это стопудовые пруфы. Знакомая какая-то штуковина, если честно. Но, на самом деле, почему она мне знакомая? Потому что я знаю, что это... Это часть двигателя. Это намотка. Сюда вот наматывается... Как ее называют? Это что-то инопланетное вообще. Да? Угу. Слушай, так реально похоже. Ладно, тогда не буду это комментировать. Ну, похоже на... Ну, почему? На планетян тоже могут быть электродвигателя. У них-то, да. На чем они летают, по-твоему? На бензине, что ли? Ну, так-то, да. Так что это либо часть НЛО, либо часть Теслы. Напишите. Но это точно часть Теслы. Такой инструмент есть только в Тесле. Видишь? Ой. Потому что такой набалдажник, он не подходит ни под какой другой автомобиль, кроме как Тесла. Причем, американцы, они умные. И они, видишь, делают инструменты многофункциональными. Двухсторонними. То есть, с одной стороны, у нас гайка где-то на 25-24, а с другой стороны квадратная гайка. Вот. Потому что с Теслей встречаются квадратные гайки. У меня дядя занимался ремонтом Тесла. Вот. И он говорил, что у них там квадратные гайки. Прикольно. Ну что? Еще немного. Что ты там болтаешь? Говоришь? Я говорю, все. Обед уже. Я устал. Хочу домой. Наработался сегодня. Ну мы же не нашли Теслу. Ее тут нет, Акбин. Ты сам подумай. Это же Тесла. Во, смотри. Смотри, находка какая-то. Деталь от Теслы. Это деталь от Теслы, оператор. Смотри. Тесла, она же умная. Она бы не дала вообще себя скатить. Понимаешь? Она бы там пи-пи-пи-пи-постановилась. А Милан Маск со спутника смотрит. О, Тесла катится. Такое, типа, все, хватит. И остановилась бы она. Почему ты мне не веришь, оператор? Ну да, может быть, это железяки не от Теслы. Но подписчик не мог просто так взять и написать. Не мог же он этого просто так взять и сделать. Ну давай я хочу, он подальше кинул. Кстати говоря, где бревно? Куда там делать? Нету бревна. Бутылка только появилась. Не знаю, что лучше, бревно или бутылка. Смотря в каком контексте. Если использовать как стул, не знаю, то, наверное, бревно лучше. Чего ты смеешься, тупой оператор? Вот так вот. Что-то я зацепил. Смотри, стопудово. Вот сейчас прям стопудово Тесла вытянется. Прям сто процентов, смотри, что-то тянется. Да, смотри, что это оператор. Ну-ка. Это Тесла. Офигеть. Подвинься, я сяду. Поехали с тобой. Успокойся. Это, видишь, это какой-то механизм. Такого механизма я еще в автомобилях не встречал. Так что, походу, подписчик нам не врал. Действительно, это, короче, коробка передач в Тесле. Сто пудово, видишь? Нет, такого я тоже в машинах не видел. Ну, так вот, потому что это... Это Тесла. Потому что там же другой двигатель. Короче, если сейчас явного доказательства кого-то не будет, что это Тесла, то все, я ухожу. Ладно, хорошо, хорошо, договорились, оператор. Как скажет. Ё-моё, блин. Почему ты под этот мост и кидаешь? Так а вдруг все-таки что-то из моста... Стой, я что-то цепанул. Смотри. Вот. Вот. Да, смотри, это маховик. Маховик на Тесле такой, понимаешь? Он необычный. Маховик для Теслы. Ну, вот такой только на Тесле бывает. Как ты мне не веришь-то? Ладно, дай мне последний шанс. Вот последний шанс. Дай мне бросить магнит еще раз. Все, последний бросок. Последний заезд. Форсажер. Так... Они там не последние никогда. Они все время заново и заново эти заезды. Ладно, кинул, кидаю максимально далеко. Вот туда куда-нибудь. Может быть, она с того берега столкнула... Блин, Атур, я идиот, оператор. Она же с того берега съехала, а не отсюда. Поэтому... И все находки, скорее всего, там. А тут я что-то другое искал. Вот только... Всякие снасти рыболовные на канатку нацепились. Так. Слушай, что-то цепанул. Что-то такое прям приличное держу. Что-то прям хорошее идет. Так, прям... Прям оно хорошо идет, не отцепляется, слушай. Так. Так, вон даже уже что-то можно видеть. Где я ничего не вижу? Да вот же прям я вытягиваю. Офигеть, оператор, ё-моё. Это же... Это же бампер или что это? Это от Теслы. Это значок Теслы. Если вы не знаете, вот пусть мой монтажер прикрепит логотип Теслы. Один в один. Это деталь от Теслы, оператор. Это бампер. Ну, капец. А ты мне не верил. И получается, вся моя история, все, что я говорил, это правда. И Тесла ездила на ГБО. И это ее пружины. И получается, инвалид был за рулем. Вот так вот. Но она скатилась и утонула. Понимаешь? Жесть. Да, оператор. В каком мире мы живем, интересно указывается. Главное, что мы усвоили, то, что произойти может быть все, что угодно. И нужно стараться сначала верить, а потом проверять. Никогда не отрицать. Сначала дать другу доказать, а только потом уже спорить. Не, ну ты так-то иногда всякий бред несешь, я отрицаю. В общем-то, друзья, надеюсь, что вам магнитные рыбалки нравятся. Вы, наверное, те, кто смотрит ролики каждый день, немножко путаетесь. Потому что у нас то снег, то град, то лава. Потому что реально погодные условия у нас на севере немножко непредсказуемые. В период осени, а не то снег. Реально, вот у нас вчера был здесь лед, сегодня уже вода. Вот, поэтому мы так бежали на самом деле, чтобы успеть здесь заняться магнитной рыбалкой. Ну там чуть-чуть видно его, если я поднимусь. Ну, тяжело сейчас. Вот. Вот, вон там. Вот. Вот там, да. Да и не за ветками, вон там видно, где вот течение, а где вот лед такой. Ну, хорошо, это не важно. Я это веду все к тому, что, скорее всего, в скором времени, в этом сезоне магнитная рыбалка закончится. Поэтому, если вы смотрите и досмотрели до конца, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, чтобы мы понимали, что нужно еще успеть наснять как можно больше вам магнитных рыбалок. Может быть, наперед. Или еще успеть выпустить несколько магнитных рыбалок, если это ваша любимая рубрика. Давайте наберем 20 тысяч лайков под этим видео, тогда мы выпустим еще больше магнитных рыбалок. Постараемся успеть, пока все не заледенеет. В любом случае, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был я, Вячеслав Смылов и Режавия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин